ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Гадать не нужно, я инспектор гаджет, а вот это мой внутренний голос. Всем привет! А меня почему не представил? Я, Игорь, искусительница! Иди в пень! А хочешь, я дам тебе один, два, три, четыре, пять поводов ненавидеть меня. Первый повод. Сейчас будет обзор поделки. Так, чего будет обзор? Не, ну ладно, а моя-то какая от этого выгода? А за это я дам тебе один, два, три, четыре... Стоять! Ненавижу тебя, фига! Пальцы рук своих спрячь, гон! Давай обзор! Он согласился! Я не понял, вы что, заодно, что ли, с ним? Волос! Паленая Нокия. В Москве этот аппарат можно встретить под названием Nokia N88. Но к марке Nokia он имеет весьма далекое отношение. Это творение безвестных китайских мастеров. Может быть, даже тех самых, что снабжают мир поддельными часами и айфонами. Внешне этот аппарат и правда смахивает на Нокию. Характерные обводы, металлическая маска, металлические же кнопки. Сомнения закрадываются, если перевернуть телефон. Слишком уж грубо оформлен здоровенный динамик на задней панели. А когда телефон включается, то последние сомнения исчезают. У вас в руках не Нокия. А леповатые пиктограммки под экраном, коряво нарисованный интерфейс, наклейка Music, небрежно шлепнутая рядом с верхним динамиком. А в то же время труба-то неплохая. Сборка качественная, ничего не скрипит и не люфтит. Пластик прочный, надежный, толстый. Металл сияет, краска не облезает. Немного тяжеловатый и крупноват, зато в руке лежит просто отлично. Труба оборудована по самому последнему слову техники. Две сим-карты, сенсорный экран, встроенный телевизор, 3D-стереозвук и так далее и тому подобное. Мобильный телек на самом деле работает. Правда, настроить его сможет лишь настоящий джедай. Начнем с того, что России в списке стран нет. Нужно выбирать Вьетнам. Качество приема все же оставляет желать лучшего. Даже при хорошей настройке на маленькую антенку что-то поймать сложно. Зато телевизор! Ну а к телефонной части претензий практически нет. И сигнал хороший, и меню вполне понятно и логично организовано. Единственный минус – аппарат немногозадачный. Приходится выходить из одной программы, чтобы переключиться в другую. Аккумулятор могучий на 1400 мАч. Даже при интенсивном использовании живет около трех дней. Короче, мощный зверюга. Не смартфон, зато удобный, функциональный, симпатичный, прочный и надежный. Учитывая, что его можно найти в Москве тысяч за восемь, вывод однозначный – надо брать. Правда, поискать придется очень хорошо. Штука редкая. Да и неизвестно, сколько протянет у вас этот шедевр китайского телефонастроения. Ох, не знаю, голос, какая повадка Савеловского радиорынка платит тебе за рекламу. Но больше такого хамства в своей передаче я не потерплю, понял? Друзья, время СТГ. Сегодня вновь два девайса попали в список самых тупых. Первый, ну очень тупой. Чехол для телефона в виде ласты. Зачем? Непонятно. Но, судя по счастливым физиономиям владельцев, есть фанаты. Далее гаджет, подкупающий своей тупизной. Нос для геля. Тупо? Да, прикольно. На сто процентов. Надо брать. Голос? Ну что ставим ласть? Девять. Отлично, а носопырки? Пять. Согласен. Переходим к следующим обзорам. Стойте! А как же переносной жесткий гидж в виде гантели? Искусственная кисть для ковыряния в носу и пухи? Переносной унитаз? Ненавижу тебя, а. Гаджет, тебе письмо. Что за письмо? Фига! Это уже третий повод ненавидеть меня. HTC Touch 3G T3232 Black. Этот аппарат своего рода гибрид. Нечто среднее между элегантным HTC Touch и навигационным HTC Touch Cruise. Аппарат выполнен в классическом форм-факторе моноблока. Этакий обтекаемый параллелепипед с сильно скругленными краями и крупным экраном. Форма очень удобная, и когда держишь аппарат в руке, и когда кладешь его в карман. Корпус отделан мягким резиноподобным материалом. Классический Soft Touch, очень приятный на ощупь. Правда крепление задней панели очень уж хлипенькое. Частых защелкиваний может и не пережить. К дисплею претензий нет. Яркий, четкий. Почти 3 дюйма по диагонали с разрешением четверть VGA. Экран спрятан под защитным стеклом. Сделан как бы заподлицо с краями корпуса. Считается, что благодаря такой конструкции и с машинкой проще работать пальцем. Хотя это дело вкуса. С кнопками хуже. Их в общем-то толком нет. Есть какие-то невнятные пупырышки. Смотрятся стильно, а вот работать не слишком удобно. Особенно, когда приходится жать на навигационную клавишу. А делать это порой приходится. Особенно при работе с навигационными программами. Впрочем, это мелочи, к которым быстро привыкаешь. Начинка же на уровне. Процессор Qualcomm MSM7225 с частотой 528 МГц, 256 Мега флеш памяти, 192 Мега оперативной, 3-мегапиксельная камера, поддержка карт памяти microSD, Wi-Fi и Bluetooth. Интерфейс HTC и XT USB. Это такой фирменный HTC-шный мини-USB и аудиоразъем в одном флаконе. Работает телефон под управлением Windows Mobile 6.1. Стандартный корявенький интерфейс мобильной винды скрыт под фирменной оболочкой TouchFlow 2D. Она не так красиво выглядит, как 3D-версия этого интерфейса, но в работе даже, пожалуй, более удобна. Аппарат поддерживает многострадальные сети 3G и навигацию по GPS. В комплекте также идут карты Google Maps. Емкость аккумулятора 1100 мАч. Для такой компактной машинки очень даже неплохо. В реальной жизни при активном использовании GPS и Bluetooth живет дня два. Итого, приличный девайс. Не лишен недостатков, но очень близок к современному идеалу коммуникатора за 20 тысяч. И главное, он шустрый и отзывчивый. Своих денег он точно стоит. Ну что ж, голос. Обзор хороший. Выбор девайса правильный. Прям не подкопаешься. Это мне фига подсказал. Стоп! Слышать больше о фиге не желаю, понял? Что, самому-то слабо, что ли? MSI NetOn AP1900. Как бы назвать эту штуку? То ли это монитор, в который вставили компьютер, то ли мини-комп, которому прикрутили монитор. В общем, взяли системный блок от нетбука, приставили к ЖК-панели, получили малогабаритный комп, который отлично подходит для большинства простых задач. Очень похоже на нетбук, от которого оторвали маленький подслеповатый экран и поставили крупную ЖК-матрицу размером 18,5 дюймов. Корпус красивый, смотрится очень эффектно. Правда, марается стремительно. Немного раздражает подсветка кнопки включения, расположенная прямо под экраном. Который, кстати, очень неплох. Широкоформатный, со светодиодной подсветкой. Разрешение матрицы нестандартное, 1366 на 768. Качество картинки неплохое. Артефактов замечено не было ни в играх, ни при просмотре фильмов. Ну, так она и не предназначается для игр. Хотя наш опыт показывает, что на этом аппарате можно не только в интернет лазить, но и погамотиться во что-нибудь относительно несложное. Тем более, что несколько занятных игрушек, завязанных на использовании камеры, в аппарате уже установлено. Так, кто по взору? Игры, говоришь? Сейчас будем проверять, я геймер со стажем. New game. Сейчас я вам покажу, что я не желторотик. Беги, цыпа. Давай, давай. Молодец. Цыпа, давай, давай, цыпа, цыпа. Скорее, 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 скорее. За перышком, за перышком. Привет. А помнишь меня? Да помню, помню. Смоли фига, у меня тут рекорд намечается. А помнишь, что я обещала тебе дать пять поводов меня ненавидеть. А вот и четвертый раз. Бесишь меня. Ненавижу. Машина построена на базе процессора Intel Atom N270. Внутри гигабайт оперативной памяти, 160-гиговый хард, Wi-Fi, веб-камера и ТВ-тюнер. Компьютер легко подключается к беспроводным сетям через встроенный Wi-Fi адаптер. Также в корпус вмонтированы неплохие динамики и DVD-ROM. Толщина девайса 6,5 сантиметров. При ориентировочной цене около 18 тысяч рублей эта модель представляется хорошим кандидатом на роль второго или третьего компьютера в доме, чтобы каждому члену семьи был выделен свой комп. И папа, собирающийся проверить свою почту и страничку ВКонтакте, не ругался и не выгонял за компьютера сына, застрявшего на очередном уровне любимой игрушки. Кстати, гаджет, а ты помнишь, кто все еще Сипа? Кто-кто? Ты, конечно. Неправильный ответ. Получай. Эээ, ты че? Не уйдешь? Че съелся-то? Сипа! А, хватит! Вы че из меня вечную Сипу что-ли делаете? Эээ, хватит! Я не хочу быть Сипой навеки! Нет! 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 Гладит! Ненавижу! А это пятый повод. С вами был инспектор Гаджет. И помните, он уже ни до чего не докопается. Чмоки! Повас, пошли победу обмывать! Субтитры сделал DimaTorzok